В США не впечатлили попытки Дерипаски выйти из-под санкций. У властей США не было намерений разорять компанию «Русал», которая попала под санкции, сказал глава американского Минфина Стивен Мнучин в интервью «Блоумберг». Нашей целью не было разорить «Русал», сказал Мнучин, добавив, что основной акционер компании Олег Дерипаска, также попавший под ограничения США, должен сократить свою долю в «Русал». Ранее американское министерство финансов допустило, что ограничения в отношении российской компании могут быть сняты в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией и согласится выйти из ее капитала. Бизнесмен принял решение уйти из совета директоров и сократить долю в йен, контрольный акционер «Русала». В ответ американские власти заявили, что сокращение доли в йен не станет основанием для исключения из санкционного списка. В США в апреле 2018 года ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. После этого акции «Русалы» обвалились, однако к концу апреля их стоимость вновь выросла. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.